Конечно, не просто так там уже намечался и фуркационный дефект, то есть вот такое отсутствие у нее вообще вестибулярной костной пластинки, в принципе, не только в области вот этих восстающих премоляров, клыков, но и даже в области первых маляров. Это 14 дней от снятия швов. Это вот буквально утром мы сняли швы и она улетела. Это вот все тот же период, 14 дней. Вертикальный разрез при таком тонком биотипе дал осложнение в области клыка. У нее не стало больше эта рецессия, но она не закрылась на сегодняшнем, на этапе 14 дней. Если оценивать. А это получается 6 месяцев. Вот этот третий сегмент, обратите внимание на него. обратите внимание на прикрепленную десну во фронтальном участке. и измерение. Здесь у нее полтора миллиметра, но у меня она вся записана, потому что, в общем-то, такой случай интересный для меня лично был. В некоторых участках остались рецессии до полутора миллиметров. Но не во всех. Какие-то зубы полностью получилось устранить рецессии. Клинически, вот исходная ее ситуация и сегодняшнее состояние спустя 6 месяцев. Это фотография спустя 6 месяцев. Сейчас уже больше времени прошло, уже в марте будет год, как у нее уже прооперирована была нижняя челюсть. Вот таким образом. Ну, вот измерен каждый зуб. И теперь я хочу обратить ваше внимание, я сейчас посмотрю. А то посмотрите, как стал меняться у нее биотип. Какая у нее была тонкая-тонкая слизистая, когда она пришла. И когда мы оперировались. И насколько у нее... У нее нет стопроцентного закрытия рецессии. Но это было невозможно и в принципе с самого начала. И она об этом знала. Мы, в общем, достаточно долго с ней беседовали. Перед тем, как вообще пуститься в это все мероприятие. Но обратите внимание, просто насколько у нее восстановился вот объем прикрепленный Дисней. А сейчас у нее стало еще лучше. Она мне даже недавно написала письмо. Мы с ней списывались по ее приезду будущему. Я ее спросила, как у нее дела. Она говорит, у меня такое ощущение, что у меня десны все увеличиваются и увеличиваются. Что они как будто наполняются еще больше объемом. Даже на нижней челюсти. Хотя мы это в апреле, по-моему, или в марте. В марте мы в начале апреля делали. А вот она пришлет его. Вот я жду, она мне должна прислать томографию. Мне просто тоже интересно посмотреть, потому что такой все-таки объем, во-первых, работы очень большой. Во-вторых, у нее очень интересный случай именно клинический. Причина таких ее генерализованных рецессий я вижу только в фенотипе, то есть в генетике. Она очень худенькая, маленькая и такая вот вся склонна к атрофическим, таким дистрофическим процессам, судя по всему. Что вот первые зубы выдали ей вот такую вот. Это после бракетов, да? Нет, у нее не было никаких бракетов. Ну вот, да, это передний участок. Но самое интересное, я, в общем-то, заикнулась о каком-то следующем этапе, что... Ну там рубцы, там у нас. Ну там нету рубцов. Ну когда вы, ну что это делать? Дело все в том, что, вы знаете, она не хочет. Нет, она не то чтобы боится, она вообще такая очень отважная девушка. Она просто не хочет, она сказала, говорит, у меня это было зубосохраняющим. Меня не беспокоила никакая эстетика, меня это вообще не напрягало. Я переживала, что у меня просто выпадут эти все зубы, потому что, ну, уже совсем все. И она начала ходить у себя в Тюмени по врачам и собирать какие-то мнения, консолидировать их, да? Пытаться решить. Она два года посвятила тому, что она пыталась вообще решиться на что-то, понять. Она такой набелок сама по специальности. И она очень долго и въедливо разбиралась в процессе. Это верхняя челюсть, второй сегмент. Первый маляр. Ну и так далее. Это же девушка. Вот ее верхняя челюсть. Здесь я предваряю все вопросы. Была проведена адонтопластика перед операцией, но не мною. Она сделала это у себя, чтобы у нас было с ней максимально больше времени на хирургию. Глоскут. Обработка поверхности корней. Подготовка пластического материала. Но здесь будет комбинация. Здесь будет забран еще свободный десневой дептализированный трансплантат. И твердая мозговая оболочка будет установлена. Вот трансплантат. Ну, такого он вполне себе неплохого качества. С неба. 20 миллиметров. Но я приложу в следующий раз линеечку, как в предыдущем случае. А это с другой стороны? Забор с другой теперь был. Потому что у нее не восстановилось еще к тому моменту неба с той стороны, где мы брали. И я побоялась, я подумала, ну, если я сейчас возьму, а там неполноценная просто структура, с ниткой тканей будет лишней. Какое время все это может быть? Литературе? Через 3 месяца. Но не в ее случае. У меня есть пациенты, вот они приходят, проходят 2 месяца, и вообще ощущение, что там ничего никто не трогал. Это от регенеративных, что тоже зависит, возможности. Это деэпитализация. Деэпитализированный трансплантат. Ну, и вот, как получилось. Мы в области самых таких сложных и высоких, глубоких рецессий установили трансплантат. Его, к сожалению, хотя он вам казался огромным, хватило всего на 2 зуба. Я его никак не обрезала. Все остальные, все остальные рецессии пришлось с помощью пластического материала, да, прооперировать. Вот всего-то это, 23-24, больше его нет. Обычными межзубными швами он также фиксирован. Тут же фиксирована твердомозговая оболочка, прям почти встык к нему. Он на филочке, да? Наверное. Ну, это мононить какая-то, да. Я рассасываю что-то. Внутри ультрасорб я шью. Он тоже мононить, только он резорбируемый. Какая-то ультрасорб. Ультрасорб, линтекс его выпускает наш, отечественная. А вот, о чем вы спрашивали, доктора, видите, крестообразные фиксирующие швы выше мокринговальной границы. Вот они, которые препятствуют, да, миграции слизно-косичного лоскота. Значит, 11-й зуб мы не оперировали. Я просто отслоила, мобилизовывала, когда лоскот у меня очень сильно тянула уздечка верхней губы. И мы решили полностью мобилизовать в области 11-го зуба всю слизистую, слизно-косичный лоскот сформировать для того, чтобы максимально нивелировать натяжение в области второго сегмента. Вот отсюда-сюда, да, чтобы не тянула туда уздечка верхней губы. Мы зафиксированы были швы композитные. Двойными обживными швами все ушито. Но это, обратите внимание, у меня фактически нету межзубных швов отдельно. Это, наверное, я не снимала швы, по-моему, в этот раз она улетела. Это спустя 3 месяца. Это она прилетела делать уже первый сегмент. Ну да, это вот была, стала картинка. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое крещение, да? Да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексей Николаевич, спасибо вам. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.